Приём-приём, здарова всем, с вами HillHertz. Давайте я сразу расскажу, о чём будет данное видео. Я постараюсь рассказать максимально подробно о кулере Naktua NH-D15, а именно, впечатления от самого девайса, также некоторые размеры относительно корпуса и других деталей на материнской плате. Также расскажу об истории появления у меня настолько дорогущей штуки. Для вашего удобства все таймкоды будут в описании. Начну издалека, лето 2021 года выдалось просто незаконно жарким. Дополнительно вышло так, что пришлось сидеть за столом, когда системный блок находится под столом. Всё это приводит к тому, что при нагрузке мой старый кулер делал невозможным нахождение на рабочем месте, то есть из-под стола банально пыхало жаром, реально будто конвекция в духовой печи. Мой старый кулер – это PC-кулер GLX4, он очень оборотистый, максимальная скорость 1800 оборотов. Так вот, когда происходит нагрузка, то процессор достаточно быстро нагревается, из-за чего происходит подъем оборотов до максимального значения. Всё это приводит дополнительно к низтовому шуму. Мне даже приходилось открывать стеклянную морду системнику, чтобы улучшить продув. Процессор на секунду Ryzen R7 3700X. Под нагрузкой я подразумеваю или запись игры, или стрим, или рендер. В моменты лютой жары кулеру приходилось врубать максимальную скорость обдува даже при банально открытом браузере. Температура в комнате была 28-30 градусов. А температура процессора достигала в пике 79-85 градусов. В эти моменты я банально взвывал, о чём и жарился в своих летсплеях. То есть поднося руку к задней части системного блока, выходящий воздух действительно обжигал. Вы когда-нибудь катались в плюс 35 в маршрутках по раскалённым дорогам? Если да, то вы примерно можете меня понять. К слову, раньше, когда я жил в другом месте, проблему с перегревом я решил весьма неэлегантно. Банально вынес системный блок через стенку в коридор. То есть в комнате у меня была абсолютная тишина и почти постоянная комфортная температура. То, что в коридоре происходил ташкент с лютым шумом, меня никак не волновало. Так вот, я и подумать не мог, что кто-то, кто-то невероятно добрый, сможет подарить мне такую башню для охлаждения как системы, так и моей пятой точки. Мой системный блок Матрикс 50, то есть довольно внушительный шкаф. Как я вычитал на форумах, максимальная высота кулера, который можно поставить в корпус, 168 мм, высота же подаренного кулера по заявлению 165 мм. Вроде как на бумаге все хорошо и сходится, но данное утверждение верно лишь на 50%. На этих кадрах вы можете видеть сравнение старого и нового кулеров. Для меня стало большим открытием, что а ребра радиатора нового я не могу резаться при попытке подключить разъем питания, был очень приятно удивлен. Также на поверхности не было никаких заусенцев, что тоже немного непривычно. Коробка вообще отдельная история, все по дополнительным коробочкам в пакетиках с инструкциями и с различными вариантами крепления для разных сокетов. Не так часто у меня бывают дорогие и качественные вещи все-таки. Полную распаковку и комплектацию не показывают, так как в интернете такое уже есть. Не вижу смысла растягивать ролик. Сам радиатор установился без проблем. Высоты до боковой крышки хватало. Вентилятор посередине тоже отлично встал, выпирая чуть выше теплотрубок радиатора, однако стекло закрывалось. Достигается это тем, что под вентилятором ничего нет, как в случае со вторым. Нацепив второй вентилятор, стекло уже не закрывалось. Не хватало миллиметра три буквально, все это из-за того, что нижняя часть упиралась в планки памяти. Память у меня самая обычная, вот такая. Был, конечно, вариант снять задний вентилятор с корпуса и поставить вентилятор от радиатора сзади, однако снизу снова была помеха в виде пластика на материнской плате. Как можно догадаться, все это дало эффект минус морали, все-таки вещь дико дорогая, плюс вентилятор должен давать дополнительное охлаждение, и как-то жалко его не ставить, раз он все-таки есть. Как вы знаете, я не только люблю Dark Souls, но еще могу в колхоз. К моему невероятному счастью, не так давно в Leroy был куплен самый высокий уплотнитель для дверей D-профиля черного цвета. Решение проблемы не заставило себя долго ждать. Проклеил профиль по периметру, примерил стекло. Получился отличный запас. Дело осталось за малым, как-то все это зафиксировать. Как нельзя кстати, со старого кулера осталось четыре длинных болта. Резиновые держалки для стекла пришлось оторвать с посадочных мест и поставить снаружи, задом наперед. Немного сноровки и удалось все прикрутить. На удивление все держится и даже почти не сильно страшно выглядит. Здесь позволю немного офф-топа, вся эта конструкция живет уже не первый месяц и даже пережила переезд, ничего не отвалилось и не треснуло. Теперь думаю будет уместно поговорить об эффективности охлаждения, лучше стало определенно. Теперь примерно при той же температуре в комнате процессор не грелся больше 76-78 градусов, но это даже не самое главное. Из-за того, что вентиляторы больше, они гораздо тише. То есть теперь при открытом браузере системник не шумит как не в себя. Изредка бывает шум, но ненадолго. Опытным путем я установил, что заметный звук появляется только больше 1100 оборотов. В настройке материнки режим вентилятора стоит на тихом пересете. Можно было бы вручную все задать, но меня в принципе и так все уже устраивает. Под нагрузкой в играх системник как шумел, так и шумит. Обороты видеокарты поднимаются до 1800 и этот гул всяко перебивает шум системных вентиляторов. На этих футажах вы наглядно можете видеть температуру процессора и видеокарты под нагрузкой. В комнате на данный момент около 26 градусов, скоро обещают похолодание и полагаю будет еще лучше. Дополнительно я решил перенести системный блок из-под стола на стену, мне совершенно не понравился эффект как с открытой духовки. Текущие футажи записаны именно в этих условиях. Чем хотелось бы подытожить? Эффективен ли данный процессорный кулер? Несомненно. Смог бы я его себе позволить лично, когда-нибудь возможно. Я бы скорее или сидел с откинутой мордой корпуса, или открывал боковую стеклянную крышку, чтобы понижать температуру, хоть и пришлось бы чаще чистить системник от пыли. В текущих же условиях полностью закрытый корпус и вроде как адекватная температура и приемлемый уровень шума. Еще раз хотелось бы выразить огромную благодарность за такой щедрый подарок. Надеюсь, что данное видео унесло хоть частичку полезности и сможет кому-то помочь. Благодарю всех за просмотр, всем добра! Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.